Несколько серий фотографий Петра Корниша, представленных на выставке в Росфото, связанных с Трансильванией. На этих фотографиях изображены жители Трансильвании. В разные периоды сделаны эти фотографии. Они показывают, какой была Трансильвания в 50-е, 60-е годы, такой уходящей натурой, которую успел запечатлеть фотограф, какой она стала сейчас. И может возникнуть вопрос у посетителя выставки, почему Трансильвания, что такое для Венгрии Трансильвания, учитывая то, что современная Трансильвания – это по большей своей части географическая часть Румынии. И почему для венгров Трансильвания так важна, от чего такое какое-то особое к ней отношение. Здесь, конечно, надо немножко знать венгерскую историю и понимать, что Трансильвания – это очень важный для венгерской культуры, для венгерского сознания образ, миф, если хотите. И начинается это все очень давно. Трансильвания всегда играла очень важную роль в жизни Венгрии. В какой-то момент Трансильвания, можно так сказать, сыграла решающую роль в сохранении венгерской культуры, потому что, скажем, в XVI веке и в XVII веке, когда Венгрия оказалась раздроблена, когда Венгры потерпели поражение, и часть Венгрии была завоевана турками-османами, а другая часть попала под власть Габсбургской династии. Венгерская культура, венгерская жизнь и, самое главное, венгерский язык самосохранились, если можно так сказать, именно на территории Трансильвании. И в этом смысле Трансильвания воспринималась и сейчас воспринимается очень во многом как некий заповедник венгерской культуры. Усилило это чувство или это отношение к Трансильвании, конечно, и то, что после Трианундского договора 1920 года значительная часть Трансильвании отошла Румынии, и жившие на этой территории венгеры стали румынскими гражданами. И потеря Трансильвании, огромного, на самом деле, участка, огромной части Венгрии, вот на этой карте вы видите серым цветом, таким в центре, обозначена Венгрия современная, в современных границах. А другими цветами, зеленым, сиреневым и светло-зеленым, и таким оранжевато-красноватым, показаны те части страны, которые были отрезаны от Венгрии по как раз Трианундскому договору. И мы видим, что вот эта огромная часть, которая попала в Румынию, вот это и есть Трансильвания, то есть масштаб потери был огромен, на территории Трансильвании проживало больше всего венгров, я имею в виду по сравнению с другими отрезанными от Венгрии территориями. И, конечно, в Трансильвании же в период с начала 20-х годов и практически до сегодня существует, наверное, самое сильное венгерское меньшинство за пределами Венгрии. В 20-е годы, в 30-е годы, конечно, это были и состоятельные венгры, которые финансировали издания венгерских журналов и газет, всячески развивали трансильванский стиль, так называемый. Кстати, очень интересно, трансильванский стиль ведет себя в венгерской архитектуре. Даже в современной венгерской архитектуре и выдающиеся представители, скажем, наверное, одного из самых заметных венгерских архитектурных стилей органической архитектуры очень часто используют в своих работах именно трансильванские мотивы. Речь сейчас, конечно, больше о Трансильвании как о таком, ну, что ли, духовном сердце венгерской культуры, и показательно, что многие венгерские авторы, писатели, в смысле, жившие в границах той Венгрии, которая осталась после Трианонского договора, в середине 20-х и в начале 30-х ездили в Трансильванию, чтобы очистить свой венгерский язык, как они говорили, то есть пропитаться вот этим истинно венгерским духом. Но на территории Трансильвании, скажем, живут сикеи, так называют венгероязычных жителей Трансильвании, ну, как бы одной из народностей, населяющих Трансильванию, вот считается, что у сикеев самый чистый венгерский язык, и многие считают, да, что и самая такая нетронутая, губительной цивилизацией венгерская культура. Что касается творчества Питера Корниша, как бы выходца из Трансильвании, и человека, который теснейшим образом органически связан с этой землей, мне кажется, интересно знать и, может быть, понимать, не знаю, к каким топосам он часто обращается, визуально я имею в виду, и в каком культурно-литературном пространстве он жил и живет, и к каким авторам обращается, скажем, когда что-то читает. Вот, скажем, я прочитала ряд интервью Питера Корниша, и из них становится понятно, что он, например, довольно много читает трансильванских авторов, в том числе такого писателя и одновременно очень важного организатора жизни, именно венгерской жизни в Трансильвании, Шандора Хуниди. Умер он в 1942 году, но за время, вот это пост-трианоновское время, за 20 лет жизни уже в румынской Трансильвании, он успел основать целый ряд изданий, в том числе, наверное, самое известное – это журнал «Эрдейский», то есть трансильванский «Эрдей» по-венгерски как раз и есть «Трансильвания», от слова «Эрдю» – лес. Так вот, «Эрдейский геликон» – это был очень важный такой печатный орган, в котором как раз и шла в основном полемика, связанная с размышлениями о судьбах Трансильвании, о возможных путях её развития, о самоопределении, о подэнтичности и так далее. Ещё один автор, о котором нельзя не сказать при разговоре о Трансильвании, этого автора, кстати, Корниш тоже иногда в своих интервью упоминает, это замечательный венгерский поэт, венгерский трансильванский поэт, что тоже важно, Шандер Канеди, который довольно много переводился на русский язык. Наверное, широкая публика больше знакома с его детскими произведениями, потому что они замечательно совершенно переводились на русский Татьяной Воронкиной и издавались с такими прекрасными иллюстрациями, такие замечательные совершенно детские книги. Но, конечно, для жителей Трансильвании и для венгров вообще, Канеди прежде всего, не в последнюю очередь, конечно, взрослый совершенно поэт и человек, который создал в своих стихах непростой, неоднозначный, в чём-то очень похожий на фотографии Корниша, кстати, образ этой земли, вызывающий мысли об уходящей натуре, безусловно. И у Шандера Канеди есть замечательный цикл, который называется «Есть край такой». В своё время его перевели Нателла Горская и Татьяна Бек. Это цикл стихотворений, каждый из которых начинается словами «Есть край такой» или «Есть несказанный край такой». И это очень разные тексты. Среди них есть такие очень острые, очень резкие, очень критические по отношению к происходящему в Трансильвании и в Венгрии вообще и в окружающем пространстве. Но есть и такие очень лирические зарисовки. Вот я позволю себе одну процитировать, чтобы, может быть, как-то создать некий слове, чтобы у слушателей и зрителей сложился какой-то, может быть, словесный образ Трансильвании после просмотра фотографий Корниша. Может быть, как-то это соединить можно в сознании. Называется это стихотворение из цикла «Есть край такой» предзвучие. «Есть несказанный край такой, Где горечь силой колдовской Преобразуется в бальзам, Чтоб сладость дать моим губам. Есть край альпийский лук души, Где эдельвейсами в тиши Слова венчают горный склон, Где звон ручья, что крови звон, Надевший льдистую броню, Зимой я ручеек храню, И под прозрачную броней Играю влагой ледяной. Там зной и холод все мое, Тот край пропращуров жилье, Мой древний дом, Моя стезя, Без кожи телу быть нельзя, Есть край истерзанной тоской, Но горечь силой колдовской Там превращается в бальзам, Чтоб сладость дать моим губам». И вот эта горечь и наслаждение, И любование Трансильвании, Мне кажется, мы видим и в работах Корниша, Равно как и в текстах Шандра Канеди. Интересно, что вообще Трансильвания Часто воспринимается венграми, Я имею в виду венграми, живущими в Венгрии, В современной Венгрии, Как некий источник пополнения Венгерской культуры. И здесь речь идет о представителях Самых разных видов искусства. Это и художники, и фотографы, И литераторы, И театральные деятели, Режиссеры, актеры, И авторы фильмов, кино и так далее. То есть есть некое такое представление о том, Что трансильвания, Ну, оброждение в Трансильвании Венграм Дает человеку какое-то особое видение мира И в то же время Обеспечивает ему вот этот прекрасный, Чистый венгерский язык. И как-то вот изначально Дает ему способность Видеть мир по-венгерски. Как бы это может быть забавно, Ну, не то, что забавно, А как бы это, может быть, странно не звучало. Если продолжать вот эту литературную Какую-то линию, То, наверное, Еще одним важным текстом Про трансильванию И про ее такую Природную магию. Магия – это вообще отдельный тоже Разговор В связи с трансильванией. Потому что трансильвания Как бы воспринимается, скажем, Литература трансильвания Очень часто воспринимается Как литература такого магического реализма С легким уходом в Кавкеанство. Но, тем не менее, Более такой чистый вариант Вот этой природной магии Можно увидеть В такой Любопытной очень трилогии Венгерского писателя, Который, кстати, На русский язык у нас Активно переводился Аарона Тамоши Про Абеля Мальчика, затем юношу И взрослого мужчину Который Рождается и растет В трансильвании И затем Постепенно выходит В большой мир. И вот Самый, наверное, Любопытный Любопытный текст Про Абеля Это роман 1932 года Который называется Абель В глухом лесу По-венгерски Он называется Абель о Ренг Атекбен И это совершенно Удивительное Произведение Которое С одной стороны Является таким Романом взросления Это рассказ о мальчике Который В силу различных обстоятельств В подростковом возрасте Оказывается Один в лесу Он живет В старушке егеря И выполняет Там какие-то работы Связанные с Он следит за лесом Который тоже там Периодически вырубают Ну В промышленных целях И он переживает Ряд совершенно Невероятных Событий Проходит Определенную инициацию И Получает Довольно Необычный Духовный опыт Но В этом смысле Трансливания Этот роман Позволяет нам Может быть понять Почему Трансливания Очень часто Воспринимается Венграми Венграми Живущими в Венгрии Как некое место Такой Духовной инициации И место для Прохождения Этой духовной инициации В этом смысле Опять же Возвращаясь К работам Корниша Если на них смотреть Вот с этой точки зрения То становится понятно Что вот это и путешествие Фотографа и зрителя За ним По Трансливании Это не просто Некое путешествие Туриста Наблюдающего За происходящим И не знаю Может быть удивляющегося Каким-то странным Костюмом Или не очень понятным Традициям Но и некий Духовный путь Который проходит Автор этих фотографий И за ним Зритель По этой Необычной И странной Земле Однако было бы Наверное Преувеличением Или Недостаточно Полным Объяснением Говорить только Про вот эту Такую Мистическую Сторону Мистическую Магическую Народную Глубинную Сторону Трансильвании Безусловно Она присутствует И как я уже сказала Скажем Многие авторы Выходцы из Трансильвании Действительно Используют В своем творчестве И приемы Магического реализма И Создают ощущение Постоянного присутствия Каких-то Параллельных Сущностей И миров В жизни Человека Находящегося В Трансильвании Но Как я уже сказала История была бы Неполной Если бы Мы не поговорили Немножко Об историко-социальной Подоплеке Отношений С Трансильванией Как Мы понимаем Поскольку Это большая И структурированная Исторически Общность Венгероязычных Людей Оказалась Вдруг отрезанной От Ну как бы Материнской Культуры Безусловно Это привело В какой-то На каком-то из этапов К усилению Скажем Националистических Тенденций И Целый ряд Авторов И Особенно Литераторов Скажем Межвоенного Периода Выражали Такие Довольно Близкие Скажем К фашистской Идеологии Идеи Но После войны После Второй Мировой войны Конечно Ситуация Очень резко Изменилась Потому что Румыния Румыния Чаушеско Была Для венгров Очень Для венгров Живущих в Трансильвании Как бы Это помягче Выразиться Не очень комфортным Местом Проживания Так что В определенном Смысле Съемки В Трансильвании Я имею в виду Фотографические съемки В Трансильвании Это И Некий Такой Жест Солидарности С Венграми Живущими Там Потому что В отношении Именно Венгров Проживавших На территории Трансильвании Там ведь Проживают Не только Венгры В Трансильвании Есть Скажем И немецкоязычные Меньшинство И Самые разные Представители Самых разных народов Там живут Так вот Для венгров Живших Трансильвании Был Знаете Если можно так выразиться Введен режим Максимального Неблагоприятствования То есть Скажем Образование На венгерском языке Еще можно было получить Но например По окончании Высшего учебного заведения Студента венгра Распределить Венгероязычную часть Румынии Не могли Он обязательно Попадал В Бухарест Там или куда-то Ну В такую В румынскую Румынию В отличие От Других Граждан Соцстран Именно Трансильванские Венгры Практически Ну Были ограничены В поездках Например Из Румынии В Венгрию В отличие Опять же От представителей Других национальностей То есть Они ездили Но например Они могли выехать Не каждый год Да А раз в два года И Понятно Что Очень многие Семьи Еще После Трианона Оказались Разделенными И Это создавало Конечно И напряжение И Неприязнь Взаимную И Надо сказать Что Такое Развенгеривание Трансильвании Было В общем-то Политикой Которую проводило Румынское правительство Конечно После смены Режима Снова Все поменялось И Сегодня Трансильвания Снова Стала Таким Фактором Венгерской Политики И Фактором Венгерской Национальной Политики Мы наблюдаем Склонность Или тенденцию Использовать Трансильванию Как Некий Оплот Венгерской Культуры За пределами Венгрии Иногда И В таких Открытополитических Целях Скажем Венгерское Правительство Всячески Поощряет И продвигает На Ключевые Посты В области Культуры Представителей Трансильвании Но Отнюдь не всегда Это продиктовано Какими-то Их Особыми Достоинствами Этих Людей Очень часто Это такое Использование Как раз Политичес Использование Их В политических Целях И Выделяются Огромные Суммы На развитие Венгерской Культуры Именно На территории Трансильвании То есть Трансильвания Снова Стала Сегодня Как и Когда-то Таким Фактором Венгерской Национальной Политики Не всегда Симпатичным Но Тем не менее Это безумно Красивый Край Невероятно Живописный Это не Не фотографии Конечно Питера Корниша Но Просто буквально Парочка Таких Ну Привычных Для Венгра Что ли Образов Трансильвании Невероятно Зеленый Страны Гор И долин Страны Древней Венгерской Культуры Вот На Этой Фотографии Мы видим Знаменитые Сикейские Ворота Тоже Такой Интересный Объект Ритуального Характера Характерный Для пейзажа Трансильванского И Конечно Корниш В своем Творчестве Он Мне кажется Пытается Показать Трансильванию И Как Вот Эту Уходящую Небесную Венгрию Венгрию Мечты Идеальную Венгрию Которая Конечно Уже Недостижима Но В то же Время Сохраняет Вот Эту Свою Самость Потому Что Мне кажется Что В серии С Трансильванскими Жителями Окруженными Предметами Какого-то Глобального Мира Мы Все Равно Чувствуем Что Вот Это Глубинное Магическое Пространство Этого Края Оно Способно Знаете Как Зелень Которая Поглощает Город Заброшенный Оно Способно Поглотить И вот Эти Я не знаю Образы Массовой Культуры Которые Попадают В это Пространство Они Тоже Становятся Его Частью Каким-то Образом Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует